Доброта и помощь. Эти два слова слышались повсюду. О благородной цели акции, казалось, ни на секунду не забывал ни один из ее участников. С самого утра в парке культуры отдыха собрались тысячи шаринцев и гостей города. Это прекрасно, потому что это именно процесс общения, процесс показа, что у нас хорошо, что у вас хорошо. И когда все приезжают и все так смотрят, это вообще... это замечательно. Игрушки, магниты, цветы, обереги. На благотворительной ярмарке в этот день можно было купить десятки вещей, сделанных руками неравнодушных людей. Активное участие в подготовке марафона приняли воспитанники детских центров города. Под чутким руководством ребята и их наставники создавали настоящие художественные шедевры. Дети у нас подготовлены, мы все время лучшие дели идут на выставки, идут на распродажи. Они всегда рады, потому что пользуются все спросом. Как выйдет береста у нас, ледение из лозы, лепка из глины и из ткани. Активная позиция участников объяснима. Средства, собранные в ходе акции, будут направлены на оборудование для воспитанников Костромской общественной организации детей-инвалидов и их родителей «Дети-ангелы». При этом многие подчеркивали, делать добро – задача не разовая, а ежедневная. Организаторы акции, благотворительный фонд святителя Василия Великого, а также Ассоциация благотворителей «Белый цветок» видят мероприятие еще и начало возрождения традиций милосердия. Людям не все равно. Они не остаются равнодушными к чужой беде, приходят и помогают. Вот эта акция, она позволяет людям сделать такой первый шажок по раскрытию своего сердца и к Богу, и к ближнему. Открыться в помощи ближнему. Костромская земля – это благодатнейший край. И Сергей Константинович, губернатор Костромской области, очень близко к сердцу принял эту идею и сам активно участвует в этом. И поэтому мы чувствуем себя в Костроме как с родными людьми, как дома. Сергей Ситников также побывал на ярмарке. Глава региона посетил все палатки и внимательно посмотрел представленные подарки-сувениры. Не забыв нести вклад в общее дело. После чего поблагодарил всех, кто не остался равнодушным. В этом году в этой акции, акции «Белый цветок» принимает участие два муниципальных образования. Традиционно город Кострома. К городу Костроме в этом году приснился город Шария. Я хочу сердечно поздравить всех шариинцев, всех костромичей. С теми праздниками, которые мы сегодня празднуем. Я хочу еще раз заявить, что костромичи – люди добрые, люди отзывчивые, люди, которые всегда готовы идти навстречу. Настоящие люди, которые делают нашу область областью добра. Спасибо. 43 561 рубль удалось собрать стараниями горожан. На эти деньги организация «Дети-ангелы» сможет приобрести спортивный тренажер для школьников, учебную мебель, а также оборудовать игровую комнату. Ольга Князева, Евгений Соловьев, Денис Ваткаленко, телекомпания «Русь» из Шарии.